Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня в пользу Бройля. Штрэбух! Здравствуйте, мои любимые штрэбушата и все мои 50 тысяч подписчиков. Я вам решил показать свои находки, которые я нашел в помойке. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра и знайте, что я всегда готов к бою с конкурентами. Просто при виде меня бомжи будут отлетать просто по щелчку. А все потому, что я вступил в оборону помоек и теперь я уже шутки шутить не буду. Бомжи скоро узнают, кто настоящий пищеварительный гигант и повелитель кормушек. Ну а если ты не поставишь лайк под это видео, тебя съедят бомжи. К вашему вниманию мои находки из помойки. Погнали! Нашел себе офигенные кеды от бренда Вэнс. В хорошем состоянии. Их помыть, почистить и будут как новенькие. Моего размера. И это, кстати, оригинальные Вэнсы. Это просто офигенно. Реально стильные. И стоят такие новые примерно 6 тысяч рублей. Я в шоке, ребят. Помойка реально обувает. Кеды смотрятся просто офигенно. Помойка порадовала офигенной фригой. Первая фрига это кофе Нескафе Культа. Полностью запечатанная. И такое кофе стоит в магазине, я думаю, рублей 400 точно. Плюс еще пачка конфет Голия. Распечатывать я это все не буду. Положу в сюрприз бокс. Все это кто-то покупал за границей. А потом выкинули. Просто даже на пачке кофе нет ни единой надписи на русском языке. Вот еще пачка каких-то конфет. Офигеть, помойка балует. Нашел крутую мясорубку от бренда Мулинекс. Полностью рабочая. Офигенная находка. В комплекте даже были дополнительные насадки. Внутри мясорубки даже есть насадка. Помойки удовлетворяют мои хотелки. Потому что я завел хорька, ему нужно готовить кашу. И на этой мясорубке я буду перемалывать мясо для хорька. Мне очень нужна была мясорубка. Я уже думал ее на Авито покупать. И тут недавно ее нашел. Просто пушка. Ну а если бы мясорубку себе не оставил, продал бы ее рублей за 900 спокойно вообще. Нашел две компьютерные мышки. Первая из ДНС. Вторая от бренда Интро. Они рабочие, но бюджетные. В принципе можно продать на барахолке подобные мышки по 50 рублей. А вот это уже топовая находка. Нашел оригинальный провод для айфона Lightning. С оригинальным блоком питания. И полностью рабочий. В отличном состоянии. Этот кабель я оставлю себе. Потому что он офигенный. И стоит он кстати в магазине тысячи полторы. И наушники кстати оригинальные Airpods. И тоже примерно столько же стоят. Когда я нашел эти часы, я просто офигел. Чекнул интернет. Посмотрел сколько подобные часы стоят. Стоят такие часы в среднем по 6 миллионов. По 12. По 30. Короче я просто офигел. Но потом очень жестко расстроился. Потому что они паленые. Это дешевая подделка. На них даже нет серийного номера. В общем продать их на барахолке получится рублей наверное за 100. Блин братва. Я бы просто офигел. Если это были бы оригинальные часы. Потому что продать их можно было. Даже в таком ушатанном состоянии. Тысяч за 700. Но ничего страшного. Надеюсь в будущем помойка меня порадует. Какими то брендовыми часами. Крутыми и дорогими. Нашел полностью рабочий электролобзик. От бренда Dexter. Я в шоке ребят. Работает просто изумительно. Здесь даже есть регулировка скорости. Топовая находка которую я бы оставил себе. Но у меня электролобзик есть. Поэтому этот я продам рублей за 500. Очень нужная в хозяйстве находка. И кстати этот стол я построил с помощью электролобзика. Без него я бы не справился. Помойка балует электроинструментом. Нашел рабочие крутые весы от бренда Redmond. Модель RS708. Внешнее состояние конечно не очень. Но самое главное что весы работают. Нашел арабский барабан. И вот эта штука выполнена из кожи. Первый раз вообще такое нахожу. Но состояние у него плачевное. Поэтому продать этот барабанчик получится на барахолке рублей наверное за 300. Звучит он кстати довольно таки неплохо. Но мне эта тема вообще не вкатывает. Поэтому продам. Себе оставлять не буду. Нашел деревянного кота. Кто-то видимо его сам делал. И он кстати такой вообще смешной. Может сидеть на любой поверхности. Кот реально прикольный. Конечно состояние у него не особо хорошее. Но я его себе оставлю. Пусть здесь сидит и наблюдает за тем что здесь происходит. Мау. Братва я в шоке от такой находки. Вот так именно выглядит хуевая открывашка. Не знаю кто ей пользовался. Но скорее всего эту открывашку использовали не по назначению. Поэтому попытаюсь продать на барахолке рублей за 100. Помойка дарит пенисы. Нашел бокс с самодельными украшениями. Вот это реально прикольные находки. Самое интересное то что все это делал кто-то своими руками. И это реально прикольно смотрится. Я думаю подобные украшения можно на барахолке продать всю эту банку рублей за 500. Нашел большое количество игр для PlayStation 2. Вот эти диски с GTA-шечкой. Просто пушка. GTA Vice City, San Andreas, Platinum. Сейчас эти диски не несут почти никакой ценности. Но раньше они очень сильно ценились. Кстати состояние у дисков плачевное. Но возможно кто-то их на барахолке купит. По 10 рублей за диск. С учетом того что в помойке нифига находок нормальных нет. Я беру абсолютно все подряд. На барахолке продать можно абсолютно все. Полностью рабочий синтезатор. Очень маленький, старый. Casio, модель SA-11. Есть множество различных фоновых мелодий. Не знаю как они там конкретно называются. Но играть к сожалению на синтезаторе я не умею. А вот Дима умеет. Работает от блока питания и от батареек. Внешнее состояние не особо хорошее. Но тем не менее его можно будет продать на авито рублей за 800. Ну а если бы я на нем умел играть. Я бы мог с ним сесть возле перехода. Играть на нем. И зарабатывать бабки. Я думаю в день можно заработать тысячи полторы как минимум. Нашел аэрогриль в своей коробке от бренда Hotter. Вот это реально неожиданная находка. Никогда аэрогриль в коробке прежде не находил. Модель Hotter HX1057 Elite. На 1300 ватт. Люди на нем даже написали, что он работает просто старый. Офигеть, не, ну респект таким людям, которые это выкидывали с расчетом на то, что это кто-то заберет. Аэрогриль упакован просто изумительно. Состояние отличное. В комплекте даже есть большое количество сеток для приготовления различных блюд. И как и написано было на коробке, аэрогриль полностью рабочий. Ух ты, как жарко. Работает просто восхитительно. Имеется большое количество настроек. Это очень хорошо. Я бы мог его себе оставить, но мне такая вещь не нужна. А еще нашел детский планшет от бренда Texet. Рабочий, кстати. Но вот, к сожалению, сенсор не работает. Это из-за того, что у него битый экран. Планшет можно даже вставить в сим-карту и флешку. В принципе, неплохой планшет для ребенка. Попытаюсь продать его на запчасти на Авито рублей за 400. Возможно, кому-то он пригодится. Нашел блютуз-колонку от бренда Sven с подсветкой. И, кстати, она полностью рабочая. Модель Sven PS47. Бюджетная колонка. Но самое прикольное то, что у нее есть подсветка. И то, что она полностью рабочая. И звук, в принципе, годный. Слушать на ней музыку можно. У меня, кстати, в гараже никакой музыки нет. Так теперь хотя бы блютуз-колонка появилась из помоечки. Просто сказка. Нашел старый зарядный аппарат для аккумуляторов. К сожалению, аппарат вроде бы не рабочий. Поэтому продать его получится. Рубли за 100 чисто для ценителей старины. Ну или просто сдам его на металлоприемку и заработаю с него хотя бы 100 рублей. Ведь внутри есть огромная медная катушка. Нашел рабочий стерилизатор для маникюрного инструмента. Сюда, видимо, его кладут. Эта штука нагревается и таким образом стерилизует инструменты. Первый раз подобную штуку нахожу. Нашел кубинские сигары в коробке на стриме. Подписчики были в шоке. Ну и, собственно, я тоже. 100% габаны из кубы. К сожалению, в коробке не все сигары. Осталось только 4 штуки. На стриме я, кстати, одну из сигар уже попробовал закурить. Но она у меня в руке рассыпалась. Все потому, что они долго пролежали и высохли. Из-за этого они просто рассыпаются. Вот, достал ее и смотрите. Ну это просто жесть. Курить ее невозможно. Ну, кстати, табак можно использовать для самокруток. Очередная лампа для маникюра с таймером. Полностью рабочая. Все лампы работают прекрасно. Подобную лампу можно будет на Авито продать за 3 сотки. А выкидывают такие лампы, потому что они уже устарели. Сейчас используют подобные лампы для маникюра на светодиодных лампочках. Но, тем не менее, такие лампы до сих пор покупают. И это меня радует. Помойка дарит 300 рублей. Нашел два надувных матраса. Первый без коробки, скорее всего целый. Продать его можно будет на барахолке рублей за 100. Ну, а второй от бренда Интекс в коробке. Фирма Интекс очень популярна и славится своим качеством. Матрасы у них офигенные. Раньше я подобные матрасы не брал. Но сейчас из-за того, что находок мало, я беру все подряд. Ведь если этот матрас целый, его можно будет продать рублей за 200 на Авито. Обычно такие матрасы люди покупают, когда заезжают в новую квартиру. Рабочий сетевой фильтр от бренда Пилот. Модель ПРО. Длина провода метров 5. Подобный сетевой фильтр славится своим качеством и недорогой ценой. Я, кстати, себе недавно в ДНС подобный сетевой фильтр покупал для компьютера за 1500 рублей. Ну, а этот можно будет продать рублей за 500 спокойно на Авито. Полезная для дома находка, которая защитит компьютер от перебоев напряжения. Нашел офигенный фен от бренда Филлипс. Такой фен новый стоит в районе 6000 рублей, если не больше. Модель Color 3 Control Keramik. Я так понимаю, этот фен с ионизатором воздуха. Он плюс воздух очищает. Видно сразу, что фен профессиональный. Продать его можно будет рублей за 800 как минимум. Фены я часто нахожу. Но такой фен я нахожу первый раз в жизни. Ведь он реально топовый. На 2200 ватт. Рабочая, бюджетная, настольная лампа. И была она, кстати, даже с лампочкой. Прикольная находка. Оставлю себе. Она мне для съемок пригодится. Также нашел неплохой удлинитель с толстым и качественным кабелем на 10 метров. Он полностью рабочий. Продать его можно будет рублей за 200. Нашел недоавтомат в разобранном состоянии. Первый раз такое нахожу. Реально опасная находка. Скорее всего автомат для страйкбола. По сути, здесь одна рама. Все остальное поснимали. Изначально думал, что это муляж АК-105. Но в муляжах заваривают ствол, а здесь он не заварен. Приклад у автомата раскладывается. Имеется на автомате прицел. Жалко, что все внутренности поснимали. Получается, это автомат для страйкбола. Но изначально я вообще подумал, что это муляж или даже настоящий автомат. Что мне с ним делать, я не знаю. На Авито выставлять даже такое страшно. А то приедут люди в масках и спросят у меня, где я его взял. Но я их сумею огорчить. Потому что на автомате нет никаких опознавательных знаков. А после того, как я перерыл весь интернет, оказалось, что это автомат для страйкбола. А может он даже и не для страйкбола. В общем, пишите ваши варианты в комментариях. Померил диаметр ствола. Он у автомата 9 мм. А это подталкивает меня на мысль, что это возможно травмат или даже настоящий автомат. Небольшое количество мелких находок. Первая находка это детский шлем. Видно по нему, что он бюджетный. Стоит такой новый, я думаю, рублей 600. Но тем не менее, в принципе, его носить можно. Он покосанный только вот на козырьке. На барахолке его можно будет продать рублей за 50. А это уже находка для бицухи. Ручной эспандер с регулировкой. Неплохая находка. Тоже продастся рублей за 50. Старый смартфон Huawei, но без задней крышки батареи. И в очень ушатанном состоянии. Скорее всего, его возможно кто-то купит рублей за 50 на запчасти. Белые часы, кстати, рабочие. И похоже, что это подделка Монтаны. Кто помнит такие часы? У каждого батя в 80-х или 90-х годах были похожие. Но здесь нет вот этой штуки. Из-за этого продать их можно будет на барахолке рублей за 20. Новые угли для кальяна от бренда Carbopol. Электробритва Philips. И полностью рабочая. Вот только не было зарядного устройства в комплекте. Внутри, конечно же, есть волосы бывшего владельца. Но тем не менее, она рабочая, но от блока питания нет в комплекте. Из-за этого ее продать получится на барахолке рублей за 200. Рабочая ноунейм Bluetooth колонка. Продать ее можно будет на барахолке рублей за 100. Бюджетный насос для велосипеда. Полностью рабочий. Электроточилка для ножей от бренда Quifty Sharp. Скорее всего рабочая, но от крышки для батареек нет. И из-за этого ее продать получится рублей за 20 на барахолке. И то не факт, что ее вообще кто-то купит. Хотя по идее можно заколхозить блок питания и будет от него работать. Какая-то защита непонятная одевается, хрен пойми куда. Но продать ее можно будет, я думаю, рублей за 50. Старый ручной миксер, рабочий. Продать его можно будет рублей за 50. А еще есть бокалы, абсолютно целые. Тоже продать можно будет рублей за 50. На барахолку закупаться барахлом приходят бедные люди. И поэтому дороже, чем за полтинник, это все не продать. А еще есть черно-желтый зонт, полностью целый. Нашел новую систему для велосипедов. Шатуны и плюс звездочки. По их состоянию видно, что на них возможно даже и не ездили. Поменяли сразу, как только купили велосипед. Шатуны и звезды в отличном состоянии. Плюс еще есть три педали. На этой видно уже ездили. А вот эти абсолютно новые. И продать их уже можно будет рублей за 200. Ну а систему рублей за 400. Помойка дарит новые запчасти для велосипеда. Нашел мяч для фитнеса. В комплекте с которым даже был насос. Он накачивает просто изумительно этот шар, в котором даже нет ни одной дырочки. Им можно не только фитнесом заниматься, но и играть в футбол. Рабочий тостер от бренда Home Club. Оранжевого цвета. Состояние конечно не очень, нужно его почистить. Самое главное, что он работает просто изумительно. Продать его можно будет на Авито рублей за 200. Нашел маленький бюджетный кальян. В комплекте с ним есть все, кроме шланга. И это очень печально. Без шланга получится его продать рублей за 200 на барахолке. Ну а так кальянчик довольно таки симпатичный. Нашел рабочий клеевой пистолет. У меня кстати уже есть клеевой пистолет из помойки. Но ничего страшного, будет второй. Работает просто восхитительно. С помощью пистолета приклеил кота и посадил на жердочку. Теперь он вместо камеры наблюдения наблюдает за гаражом. Нашел два рабочих утюга. Первый от бренда Tefal. В идеальном состоянии. Как провод, так и керамическое покрытие. У меня кстати дома почти такой же утюг, только похуже. И покупал я его примерно за полторы тысячи рублей. Ну а этот утюг я думаю стоит тысячи две. В общем этот утюг я оставлю себе. Второй утюг от бренда Saturn. В принципе в нормальном состоянии, покрытие не ушатано. Что не скажешь о проводе. Вот провод нужно по-любому менять. Ну а после того, как я заменю провод, продам этот утюг на Авито рублей за 200. А этого красавца я оставлю себе. Из помойки нужно домой тащить. Все самое лучшее. Нашел неплохую настольную лампу. Но вот к сожалению, вместе с ней не было подставки. И плюс к тому же она еще немного гнутая. В принципе офигенная настольная лампа. Но вот как ее закрепить в гараже, я даже не знаю. Придется мутить колхоз. А вот это уже интересная штука для автомобиля. Это антирадар. От бренда Show Me. Он кстати вроде бы работает. Но вот защищает он от радаров или нет, я не знаю. Это уже нужно проверять на трассе. Подобный радар на Авито БУшный продают рублей за 800. Ну а я продам рублей за 500. Или положу в сюрприз бокс. Настала пора осмотреть большую сумку с мелкими находками. Из всего этого барахла покажу вам все самое ценное. Во-первых, это конечно же мыльное рыльное. С помощью которого я буду мыться и кайфовать от халявы. Пачка новых салфеток. Новые перчатки. Табак. Аукс кабель. Новый DVI кабель. Термопаста Cooler Master абсолютно новая, которую кто-то покупал за 600 рублей. В итоге ее не использовали и выкинули. Офигеть, мне для сборки компов пригодится. Целые в хорошем состоянии эластичные бинты. Для занятий спортом. Универсальный новый механизм для открывания любых дверей. Оригинальные шлепки Puma в отличном состоянии. Неплохая мужская кожаная сумка. В отличном состоянии. От бренда HT. Зарядка для фотоаппаратов Canon. Кандибобер. Новая алюминиевая кастрюля. Абсолютно чистый и огромный блокнот. Офигенный, который мне очень сильно пригодится. Шесть пар очков, которые пойдут на барахолку. Неплохая барсетка для того, чтобы продавать на барахолке и складывать на нее бабки. Нерабочие наушники Sony. Ну, кстати, они оригинальные, но ушатанные в хлам. Если постараться, их, конечно, можно починить. Небольшое количество детских игрушек, которые также пойдут на барахолку. Меня прикололи вот эти мыльные пузыри. И вот этот фонарик. Видно, что он для детей. По помойкам лазить с таким фонариком будет крайне неудобно. А еще нашел небольшое количество батончиков. И они, кстати, очень вкусные. Ну-га с карамелью. Паркур 2. Хм, вот это я точно сейчас попробую. Братва, очень вкусно. За ВДВ. Мау. И если тебе понравился обзор находок из помойки, ставь лайк. Подпишись на мой канал. А также посмотри мои новые видосы. С вами был Штребух. Встретимся в следующих обзорах находок. Мау. Мау. Мау.